Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас это блины. Я просто их так завернула. Я увидела видео Дашук. Если вы не знаете, это канал Дашук АСМР. Она тоже снимает мукбанки. В общем, я у нее увидела, что она собрала вот этот вот блин, как розу. Я тоже попыталась это сделать так же, но не особо получилось, если честно. Ну да ладно. Здесь у нас крем. Точнее, это взбитые сливки. Вот прелесть просто. И давайте приступим к еде. Это мой завтрак. Когда я была маленькая, продавались тортики с кремом. С кремом на масле. Это было очень невкусно. А потом уже потихоньку, когда я уже училась, наверное, в пятом классе, появились тортики с взбитыми сливками. И мне так нравилось. То ли в то время у меня вкусы и предпочтения были другие. То ли вот эти тортики, они были плохого качества. Ты прям кушаешь торт и прям чувствуешь какой-то, знаете, дешевый привкус, привкус каких-то консервантов. Как же это вкусно, ребят. Кто любит блинчики, пишите в комментариях. Малина замороженная. Жду, пока она разморозится. И давайте немножко поотвечаю на вопросы. Вот интересный вопрос. Айка, у меня такая ситуация. Парень уделяет мне очень мало внимания. Что делать в таких случаях? И было ли у тебя в жизни такое? Чем ты занимала себя в свободное время, чтобы не думать о нем и не выносить мозг? Девчонки, у меня тоже было это. И у всех, мне кажется, было. Отвечу коротко. Просто надо занять себя чем-то, чтобы у тебя даже не было времени и мысли задуматься о том, почему мне не позвонила. Если у вас нету этих воображаемых дел, сделайте вид, что вы заняты. И ни в коем случае не показывайте то, что вы прям следите за ним. Он зашел в какую-то там соцсеть в 12.32 и вышел в 12.38. Он ни в коем случае не должен знать об этом, что вы его пасете. В таком случае, на мой взгляд, теряется просто интерес. То есть он должен искать время, чтобы вы с ним встретились. Находить время в вашем графике, потому что вы не всегда можете. Когда мне было 18 лет, В моих вот первых отношениях как раз и было вот такое. Я бежала за человеком. Я предъявляла, что почему ты мне не звонишь. Почему ты меня не ищешь. И в тот момент мне вот честно казалось, что если не он, то все. Жизнь закончена. То есть я уже никогда не найду такого, как он. Очень болезненные были отношения. Он был старше меня. Но прилично, если честно. И как бы у него была работа. У него были свои заботы и дела. А я просто, не знаю, училась в универе на первом курсе. И у меня было очень много времени. Я хотела это все время проводить с ним. Делать его центром своей вселенной. А это неправильно. В то время я думала, что я очень умная, продуманная. А сейчас я понимаю, я была просто дурочкой. Которая терпела неуважение к себе. Малина что-то размороженная, невкусная. Вот в свежем виде бомба. А так не очень. Как не вовремя. У меня фотик разряжается. Если видео оборвется. Узнать, что я отключила. Забыла поставить на зарядку. В общем, мой тебе совет. Просто сделай так, чтобы твой мир не крутился вокруг него. подруги, встречи. Все, что угодно. Например, он пишет. Ой, извините, я сегодня весь день не писал. Как ты? Ты с офигенным настроением. Ответь. Я тоже хорошо. Ой, я тоже, знаешь, замоталась сегодня. Даже не заметила, что ты не написал. Представляешь, сколько дел у меня было. Вот в таком случае ты будешь для человека интересным. У меня у парня есть такие черты. Он любит общаться. Общаться много. Мне кажется, если бы не было бы кучи времени, я бы ему, наверное, через месяц, а может, через полтора, или, как обычно бывает, через три месяца, я бы надоела бы ему. Может, я ошибаюсь, но... То есть я всегда что-то снимаю, там, у меня работа. Я постоянно говорю, время – это деньги. То есть, когда мне было лет 18, по отношению ко мне делались такие поступки, о которых мне, честно, прям даже стыдно говорить. Вы просто скажете, Айка, какая ты дурочка была, как-то это все терпела. То есть меня в корне просто не уважали, ни во что не ставили. Я продолжала общаться с человеком, с такими вот влюбленными глазами смотрела. Хотя сейчас я оборачиваюсь назад и понимаю, господи, Бог отвел, реально. То есть стопудово бы ничего не получилось. То есть... Человек был очень так с лишним весом. И сейчас, смотри, он стал еще в два раза больше, да? Но был с такой самооценкой, что я... Это я... Понимаете, о чем я? Я даже элементарно свою мысль не могла грамотно изложить. Я не могла предъявить как-то культурно. То есть тогда при ссоре я могла позволить себе сказать какие-то грубые слова, как-то обидеть, а потом ходить и извиняться. Сейчас такого абсолютно нету. Во мне появилось какое-то такое равнодушие и даже в ссорах я не говорю ничего лишнего, я просто молчу. Или просто игнор. то есть сейчас я выросла и как-то стало более равнодушно к каким-то вещам. как же это было вкусно. Я даже не посчитала сколько штук было. Малина какая-то не очень мне не зашло, если честно. свежая намного вкуснее, чем замороженная. В общем, на этом все, мои хорошие. Если вам понравился этот мой завтрак, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, я вас всех очень сильно люблю. С вами Байка Эмили. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok